привет же ребятушки и у меня снова целая коробочка с конями а конкретно со шляйхами как старыми так и новыми ну относительно новыми и я их заказала на польском амазоне но не польском магазине а в немецком который называется гащерс возможно вы о нем слышали возможно нет но это очень классный магазин с раритетными лошадьми и в принципе не только лошадьми другими фигурками животных людей так далее и там они все продаются новыми что прикольно цены там плюс-минус приемлемы одна лошадка взрослая вам обойдется где-то в 15 евро но я считаю что это вполне приемлемо потому что там раритеты они все в пакетах и сбирками так что за нового я думаю это нормальная цена я заказала это все одним заказом но к сожалению к сожалению двух же ребят они мне прислали отдельно вот в таких вот конвертах и я надеюсь они там целые потому что но вы как бы знаете что слать коллекционные фигурки в пакетах это очень опасно тем более пакеты здесь точнее конверты какие пакеты они просто картонные то есть видите они плоские там нет никакой защиты и я боюсь чтобы они меня там ничего не поцарапали на этой почте но все же у меня живет надежда что с ними все хорошо там у меня два же ребенка в одном пакете 1 и во втором 2 а все остальное вот в этой коробке я предлагаю начать с двух же ребят потому что я очень переживаю за их судьбу в этих конвертах тем более у меня такое впечатление что вот этот конверт его как будто открывали потому что здесь вот эта наклейка она как будто отдиралась и в принципе вот эта штука видите ее как будто открывали надеюсь они не украли там же ребенка и не заменили его на что-нибудь другое например брелок из киндер сюрприза и здесь у нас и здесь у нас жеребенок башкирской кудрявой лошади давайте я сейчас все это пооткрываю повынимаю из упаковок чтобы они нам не мешали а потом будем открывать так а в другом пакете он уже в состоянии получше тут нету никаких признаков его открытия поэтому открывается посложнее так и здесь у нас а здесь у нас второй жеребенок это же ребеночек этого халтыкинца вот я уже вижу что у него по моему поцарапанный нос или это такая покраска странная посмотрим на него попозже и теперь давайте откроем нашу главную коробку с улыбочкой здесь ними там все хорошо потому что мне почему-то такое впечатление что моего халтыкинца благодаря их прекрасной упаковке немного поцарапали хотя возможно это и не царапина может быть это что-нибудь там нет к эксклюзивная покраска она интересно что же там я уже забыла просто что я заказывала поэтому сейчас у нас снова будет сюрприз 1 это впечатление будто мне положили не всех коней если честно страшно так один это у нас вот такой единорожек это же ребенок единорожка из серии из коллекции 2016 года я специально взяла себе вот этого единорожка 2022 и мы их сегодня сравним и посмотрим как они смотрятся друг с другом дальше дальше у меня мать для вот этого же ребенка башкирская кудрявая кобыла я ее уже когда-то покупала но она мне пришла в пакете как бы новая но такая покоцанная что я ее отправила обратно и вот заказала себе новую 16 17 18 долларов не помню это дороговато как по мне ну ладно уже как будет так и будет второй раритетный конь это ахалпекинский жеребец это отец моему жеребеночку я его тоже давно хотела но что-то как-то не складывалось давно мне его купить и вот наконец-то его купила переселила себя и последнее это у нас набор набор он относительно новый ну 2017-х там годов не помню это у нас вестерн райдер вот такая вот девушка в вестерн амуниции и на вестерн лошади подозреваю что это какой-нибудь квотерхорс что ж вот наши сегодняшние пожитки кого бы открыть первым ну давайте начнем с чего-нибудь маленького конкретно жеребятка и меня интересует ахалпекинец мне кажется у него поцарапанный нос так пакетики нафиг и вот он какая-то странная царапина как будто его не поцарапали а в момент его раскраски просто смазали эту краску на ноздре почему-то у меня такое впечатление ладно у него черный нос я думаю это будет возможно закрасить незаметно вот такой вот милый ахалпекинчик в остальном он идеален чертовы пакеты испортили мне лошадь верните мне теперь деньги за его маленький покоцанный носик закрашу как-нибудь очень-очень классный жеребеночек ахалпекинца хотя многим он не нравится и они говорят что он похож на какого-нибудь буланова мула но как по мне он довольно удачный мне очень нравится вот эта детализация ребрышек его на пузике и его такая поджарость он немножко длинненький правда я думаю надо было его чуть-чуть пузико сделать все-таки потолще но уже есть как есть жеребята халпекинцев они вообще очень своеобразные похоже на собак такой тонкий прям это вообще нормально что он такой тоненький потому что он прям как селедка какая-нибудь что ж мне очень нравится его покраска логично потому что это довольно старая модель и тогда они красили все просто прекрасно где он был сделан made in germany made in germany карл made in germany да у меня тут относительно редкий экземпляр боже у меня так мало лошадей которые были сделаны в германии что я теперь радуюсь каждый в общем мега нравится этот же ребенок я вам его рекомендую какой бы он не был он очень круто покрашен выглядит довольно реалистично и в принципе напоминает ахалпекинца особенно благодаря вот этим ребрышкам так ладно отставим давайте распакуем его брата акробата башкирского кудрявого кстати а какого пола никакого придумайте сами выберите свой гендер сами пакетики нет столько пакетов сейчас будет как на мусороперерабатывающий фабрике вот он счастью он что у него с глазу что у него с глаз почему у меня с лошадьми сегодня какая-то крепота посмотрите у него как будто белый зрачок страшный конь надо закупиться черной краской потому что я вижу что-то у них плохо главное нос не поцарапан глаз поцарапан это как произошло уж это почтовая служба как я их всех обожаю в общем вот он башкирский жеребеночек он очень очень миленький прям мега миленький но он не настолько рыжий как на промо фотографиях на промочах он такой ну более теплого рыжего оттенка в живую он цвета вчерашней котлеты и фактура у него такая же но это не делает его хуже просто у него цвет какой-то немного нереалистичный он больше знаете не рыжий а соловый какой-то хотя возможно он есть соловый не видела есть башкирские кудрявые соловые есть нету потому что он именно соловый мне кажется это не гиперпигментация это именно соловость наверное странная масть ну ладно это не делает его каким-то плохим он мне очень нравится если бы блин не чертов глаз что-то мне же ребятами сегодня случилось так дело было сделано мэйдэн чайны ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха господи что со мной сегодня несмотря на то что он китаец и одноглазый но он все равно очень хорош кстати чем-то похож на не знаю чем позой наверное и в принципе своей конституцией тела они немножко похожи. Нравится, нравится. Прикольный чел. С покраской все супер-пупер. Идеально, как и у всех раритетных конечков. Рекомендую их двоих, только все же желаю, чтобы они у вас были целые, а не поцарапанные, как у меня. Подарите кто-нибудь черную краску. Так, отставим их в сторонку и давайте распакуем их родителей. Ахалтек. Ахалтекинец вроде как не поцарапанный. Уху, мне повезло. У меня целый ахалтекинец. Что у него с гривой? А, это такая покраска типа с аэрографа. Ахалтекинец целый и вроде как даже не поцарапанный. Меня немного разве что смущает его цвет в реальности. На фотографиях он такой прям буланный, такой желто-золотистый. А в жизни он, ну как вам сказать, цвет заварного крема со сгущенкой. Я не могу даже описать этот цвет. Он более коричневый и более тусклый, я бы вот так сказала. Не верьте промо-фотографиям, он более скучненький. Тем не менее, его спасает его молд. Видите, у него тоже вот такие вот ребрышки видны, как и у его сына. Пусть это будет сын. Вот только у него сын посветлее будет, его батя загорелый. Лучше бы он был немножко более буланный и светлый, как и его сынулька. Ну ладно, все же очень классный молд, очень классный конь. Тоже рекомендую его вам. Если хотели купить, то покупайте, только он, конечно, какой-то коричневый. Ладно, батя, становись в сторонку. У нас место для мамки башкирской кудрявой коняшки. Почему здесь нету вот этой специальной перфорации для открытия пакетов? Так, посмотрим на нее. Я надеюсь, она не побитая на этот раз, потому что я уже одну вернула. Не хочу вторую возвращать. Хм. Нет, целая. Ура, хоть с одной лошади повезло. Ну ладно, еще с жеребцом повезло. Жеребята что-то сегодня проштрафились. Вот такая вот башкирская кудрявая кобыла. Она мне напоминает наггетс, куриный, в панировочке. Такой, знаете, только что зажаренный. Поэтому ее теперь будут звать наггетс. Да, потому что она просто идеальная куриная ножка. Точнее, лошадиная. Зажаренная в панировке лошадь. Просто шикарно. Ой, кстати, я забыла посмотреть, а где он был сделан. Made in Germany. У-у-у. Видите-видите? Made in Germany. Да мне сегодня везет с халтыкинцами. Очень классная покраска, хороший шейдинг. Хоть и легенький, но ей больше, мне кажется, и не надо. Нормальный шейдинг. Очень аккуратно покрашена грива. Прям очень аккуратно, потому что здесь довольно тоненькие волосочки. И думаю, их было довольно сложно аккуратненько покрасить, но они смогли. И, боже, посмотрите, у новых шляхов хвосты не докрашивают, а у старых перекрашивают. Оно прям на попе у нее. Или так должно быть? Я просто не знаю. Наверное, это так задумывалось все-таки, что у нее на попе тоже была бы небольшая вот такая черная шерсть, темная, небольшое затемнение. Думаю, у башкирских кудрявых такое есть, да? Эксперты, напишите в комменты. У них темная попа у хвоста, у репицы. Или она должна быть рыжей. Или это косяк шлях. Не знаю. Но выглядит неплохо. Мне даже нравится. Вот такая вот. Орел такой черненький. Вот такая классная кобылочка. Она, естественно, без подков, потому что это довольно дикая порода, как бы это сказать. Она у меня не ассоциируется почему-то с подковами. Думаю, их в башкирии мало кто кует. Да, морда у нее симпотная. Хвост не очень интересной формы, но ей, мне кажется, не нужен хвост интересной какой-то формы, потому что сама лошадь по себе необычная. Кудрявых лошадей в мире не так-то и много. Понравилась. Тоже рекомендую. Так, где она была сделана? Тоже Мэйтэн Джермани. Ого! Ну тогда мне не жаль своих денег на этих лошадей, потому что они практически все были сделаны в Германии, кроме вот этого лоха. У нас есть какой-нибудь жеребенок, у которого есть определенный хотя бы какой-то пол. Потому что я у некоторых же ребят вижу их причандалы, а у некоторых не вижу. У этих нет, поэтому я думаю, что вот это будет, наверное, пацан, а вот это будет девчонка. Вот. Это у нас такая вот сводная семья. Отец, мать и их дети. А мне кажется, они идут друг к другу. Боже. Представьте себе кросс башкирской кудрявой и ахалтыкинца. Вот это адская помесь. Так, уберем этих наших поцарапанных раритетов. Ну, слава богу, хоть взрослые кони целы. И распакуем вот это вот чудо и его брателло. Вот он. Какого, кстати, брателло пола? Тоже нет. Блин, почему жеребята без пола? Меня это, если честно, немножко напрягает. Я бы хотела знать пол жеребят. У, по-моему, Тинкера есть пол какой-то. По-моему, это жеребец. А, нет, я точно вспомнила, у какого жеребенка был пол. Это Теннесси, вот этот рыжий. Он точно жеребец. Итак, я его почти открутила от этих проволок. Давай. Оп. Точно мусорная фабрика. Сейчас я ему от копыточек это откручу все. Боже, зачем такого маленького крохотного жеребусечку так привязывать? Ю-ху! Я его освободила. И вот наш маленький радужный жеребусечка. Мне так нравится этот молд, вы даже не представляете. Он очень классный. Мне кажется, у него столько пост для фотографий, что прям, наверное, его можно сфотографировать с любого ракурса. Абсолютно. Итак, давайте я его обещала вам сравнить с новым жеребенком 2022 года. Боже, можно не сверлить, когда я снимаю видео? И вот единственное между ними отличие это то, что у этого жеребенка не серебряное копыто. Было бы круто, если бы у этого жеребуськи тоже по типу этого были, например, серебряное копыто с блестками. Но я думаю, что это не обязательно, потому что мне он больше, если честно, нравится с обычными копытами естественного цвета. Поэтому я рада, что они сделали этому жеребенку все-таки обычные копытки. И посмотрим на их кьюти-марочки. У него такая подковка серебряная. У меня есть его папаша. Кобылы у меня, к сожалению, нету, но в планах купить она мне тоже очень нравится. У него такой вот радужный спектр кристалликов на его попе. На этой стороне ничего нет. Но, а, кстати, я забыла, у него на щетках есть серебряные блестки. Поэтому все же они с этим жеребенком чем-то похожи. Очень прикольный. И думаю, он идеально подходит к другим радужным жеребятам. Хотя все же у них немного отличается стиль. Вы видите, что этот, наверное, немножко более детский, как я и сказала. Этот более реалистичный, больше похож на лошадь. И последний, последний чел, точнее девушку, которая у нас на сегодня есть. Это вот эта вот женщина, прекрасная. Вестерн-всадник. Она подозревает, что это квотерхорс, но я не уверена. Ну, обычно для вестерна используют квотеров. И кого еще? Квотеров. Аполуза еще используют, но это явно не Аполуза. Вряд ли. Что окрас какой-то не Аполузе у нее. Ура, наконец-то убрала эти дурацкие проволоки. Как я их не люблю. А как теперь ее обратно посадить? Ладно, давайте по порядку посмотрим. Вот наша вестерн-всадница. Лицо у нее нормальное. Довольно симпатичное. Не упоротые, глаза не косые. Это очень хорошо. Очень нравится ее вот этот пиджак, рубашка. Что это? Подозреваю, что это вестерновая рубашка такая со вставками вот такими вот вышитыми. Мне очень нравится то, что они сделали довольно детальные узоры здесь. Могли бы еще пуговицы покрасить. Ну, ладно, прощаю. Узоры действительно очень детальные и красивые. Вот эти светленькие, беленькие. Есть даже на манжетах. Красиво. И она в вестерн-перчатках. Подозреваю, кожаных. У них есть такие кожаные толстые перчатки. Прям как ежовые рукавицы. Вот такая вот у нее бляшка на ее ремне. И краги кожаные. Вестерновые такие специальные кожаные краги, которые надеваются поверх джинс. Довольно сексуальные. Вот. И цвета. Мне нравятся очень как подобранные цвета. Коричневый джинс и красный очень круто сочетаются между собой. И тут они прям угадали. Идеально подобранные цвета. Очень стильнячие такие. Мне она прям очень нравится. Я думаю, это теперь будет одна из моих любимых всадниц. Потому что она, во-первых, очень детальная. Во-вторых, очень аккуратно покрашена. И, в-третьих, образ сам. Такой колоритный, знаете, интересный. Есть всадники просто такие обычные максимально. Которых ты даже не хочешь фотографировать. Потому что они буквально какие-то неинтересные, невзрачные. Там какие-то цвета подобраны, тусклые. А здесь прям очень колоритная девушка. Интересно, она стоит. Ну, если очень постараться, может, можно и поставить. Но я не могу. Она заваливается назад, к сожалению. Довольно тяжеленькая у нее задняя часть. Ну, ладно. Не важно. Стоять она у вас вряд ли будет. Но, если хотите, то можете ей что-нибудь налепить на туфли сзади. Какой-нибудь каблук побольше сделать. И, думаю, тогда можно будет поставить. Ну, вообще, очень маленькая часть шляхов старых стоят. Ну, которые вот в таких вот позах. У меня где-то 50% из всех моих вот таких вот шляхов. Можно хватит сверлить? Ну, пожалуйста. Они... Где-то только половина из них стоит самостоятельно. Остальные не стоят. Так, и вот наша вестерн-аммуниция. Очень напоминает кожу. Прям старенькую. Очень много маленьких деталей. Таких рельефчиков. Действительно, как на натуральной коже. И смотрите, видите? На вот этом роге есть маленькая буква S. Они часто прячут свою вот эту букву S на амуниции. Мне каждый раз интересно, а в каком же месте они запихнут ее на этот раз. Очень нравится его цвет. Идеально, по-моему. Мне кажется, он сочетается с садницей. Но, по-моему, у садниц он все же немного ярче. Но логично, что здесь он немного темнее, потому что все-таки это шпотник. Они имеют свойство запачкиваться. И плюс ко всему на нем есть такие небольшие узорчики. В принципе, это одно из моих любимых седел всегда было. Потому что оно действительно очень-очень детальное. Много маленьких узорчиков, которые с первого взгляда не замечаешь. А потом понимаешь, насколько оно все же крутое. Скульптору респект. А уздечка. Уздечка тоже довольно детальная. Тоже сделана под старенькую кожу. Но здесь сложно различить сами вот эти ремни. Она не вестерновая. Очень жаль, что они сделали английскую уздечку. Просто в цветах вестерн-седла. Лучше бы они сделали вестерновую уздечку. Насколько я помню, у шляха вообще нету. Именно вестерн-уздечки без налобного ремня. А с вот этой петлей для уха. Если вы понимаете, о чем. Без капсюля. Да, у них, по-моему, нет таких. Очень жаль. Я бы хотела, чтобы у них было хотя бы в этом наборе, например, именно такая трушная вестерновая уздечка. Но это тоже неплохая. Она довольно приятного цвета. И довольно тоненькая. Да, поэтому можно использовать ее и, думаю, в английской какой-нибудь езде. Потому что она все же конфигурации совсем не западной. Ну, это единственный минус этой амуниции. В остальном очень прям она нравится. И, думаю, подходит многим лошадям. И вот с этой всадницей она прям идеально сочетается. Мне очень нравится этот набор. И давайте напоследок посмотрим лошадь. Лошадь, честно, не знаю какой породы. Какой-то американской. Что логично. Вот такая. Я не скажу, что она скучная. Некоторые считают ее скучной. Но мне кажется, она довольно неплохая. Да, она бежит в одном измерении. Ну, не в одном измерении. А в плане у нее не повернута голова, она за ось свою не заходит, а просто по одной вот так вот траектории бежит. Я не скажу, что это скучно в данном случае. Мне кажется, у нее есть довольно большой потенциал у этой именно фигурки. Потому что к ней подойдут буквально любые цвета амуниции, я думаю. Потому что у нее нету здесь никаких цветных резиночек, ни косичек, ничего такого. Да и порода тут не четко выражена. Поэтому кроме каких-нибудь вестерновых американских лошадей, ей можно, думаю, дать любую другую похожую породу. Она такая темно-буланная. Думаю, может быть кем угодно практически. Вот так вот. И это у нас кобыла с двумя сосками, да. Правда, соски еле видны, но они есть. И где же она была сделана? Я подозреваю, что в Китае, потому что набор относительно новый. Да, видите, она тоже была сделана в Китае. Но у нее есть подковки, кстати. Только что заметила. Хотя они такие тоненькие, едва ли нарисованы. Но они у нее есть. Крутая кобыла, мне нравится. Йоу! Йоу, всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. А я с вами прощаюсь до следующих видосиков. Они 100% будут не менее интересные, чем этот. Ну, а я пошла докрашивать охалтыкинский нос. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok